Как новые технологии открывают новые ресурсы? Я ничего не понимаю в войне. 120 миллиардов долларов, пришедших в послевоенную Украину. Получить чистый крепкий гораздо меньшими усилиями. И спасти нашу планету от климатических изменений. На самом деле не все открытия совершаются где-то далеко. Не бывает ненужных знаний. Общий привет! До старца, ребята с дерьми. С вами я, Вадим Борейко и канал Гиберборей. Я нахожусь у Алматинского дворца спорта имени Балуара Шалака. Но приглашаю вас не на спортивное мероприятие. Здесь сегодня проходит бизнес-форум под названием «За рамки». И вы увидите выступление вашего любимца Мухтара Жакишева. Он расскажет о том, как новые технологии изменят нашу жизнь. Начнем наше сегодняшнее выступление. Я, как всегда, без бумаг, но у меня есть три слайда. Вернее, один видеофильм и три слайда. Давайте начнем с видеофильма, а потом я объясню, почему мой рассказ, мое выступление предваряется именно этим видеофильмом. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Качество запасов. Если вы помните это видео на первом месте в мире была Канада, которая по общему объему урановых месторождений занимала третье место после Австралии и Казахстана. Но у Канады урановые ресурсы были очень качественные среднее содержание канадских месторождений 15%. Именно это объясняет лидерство Канады на протяжении многих лет. Следующий по качеству ресурсов была Австралия, которая занимала, как вы помните, после развала Советского Союза второе место. Казахстан не был на третьем месте и далеко даже не был в числе лидирующих. Потому что невзирая на те запасы, которые у нас были, качество наших запасов, в отличие от Австралии, в среднем имеющей около 5,3% содержания урана в руде, казахстанские месторождения имели содержание в руде 0,07%. Такие содержания никто не воспринимал и все считали их фейковыми запасами, поскольку традиционные технологии шахта, карьер, они просто не приспособлены для работы с такими низкими содержаниями ресурсов. Но появилась технология, это подземное скважное выщелачивание, ASL, как оно звучит на английском языке, которое все считали экзотикой. Пока эта экзотика не показала, что она может на самом деле обеспечивать 40% мирового рынка. То есть эта экзотика превратилась в промышленную технологию, которую теперь в принципе никто не оспаривает. Что произошло? Произошло то, чему будет посвящена тема моего сегодняшнего доклада, это новые технологии, вскрывая новые ресурсы. Как вы видите на этой диаграмме, эта диаграмма как раз характеризует следующий лозунг, который вы видите на последующем слайде. 41% обеспечивает Казахстан, на базе месторождений 0,07% урана. В то время как страны с очень качественными месторождениями, Канада, Австралия находятся далеко позже. И это, я еще раз подчеркну, не запасы казахстанского урана. Это не конъюнктура цен, потому что до 2001 года цена на уран периодически падала, пока не достигла своего исторического минимума. В 2001 году мы выступили на конференции в Торонто, и на конференции в Торонто мы показали, что сегодняшнее обеспечение урана, то обеспечение урана 2001 года, формировалось на добыче из-под земли и поставках со склада. Со склада поставлялся уран, который разбавляли из оружейного урана и поставляли его на энергетический рынок. 40% обеспечения урана атомной станции как раз было из этого источника. В 2001 году мы показали всем компаниям атомной энергетики, что ожидается дефицит урана после того, как закончатся складские запасы. Потому что эти 40% должен был кто-то заместить. Традиционные месторождения от момента проектирования до момента выпуска первой продукции занимают где-то в районе 11 лет. Если вы возьмете 2001 год, то к 2012 году получается только будет запущен и начнет производить рудник, выпускающий урановую продукцию. Но на 2001 момент самая низкая цена, которая не позволяет не то что делать инвестиции, а даже сохраниться на плаву тем имеющимся рудникам по добыче урана. С этим докладом мы выступили и на самом деле вот эти 40% которые ушли с рынка со склада в оконцовке занял Казахстан благодаря именно той технологии, которая позволила вовлечь в снабжение атомной энергетики мира вот эти так называемые в 1998 году фейковые запасы Казахстана. Если смотреть еще со времен Римского клуба, да, постоянно давлеет над человечеством проклятие недостатка ресурсов. Я думаю все сидящие из вас с детства слышали, что скоро ресурсы закончатся, что население растет в геометрической прогрессии, производим мы в арифметической, поэтому идет отставание потребления от роста численности. Но на самом деле я считаю это не так. Я считаю, что ресурсов хватает. Просто на сегодняшний момент нет тех технологий, которые могут позволить вовлечь эти ресурсы. Поэтому основное, что необходимо, это необходимо разрабатывать новые технологии и вовлекать те ресурсы, которых недостаточно на рынке. Если смотреть на сегодняшнюю проблему обеспечения энергии, где-то около 22,5 тераватт энергии вырабатывает вся Земля. Имеются все производственные мощности Земли. Солнечное излучение, которое мы получаем на поверхность Земли, в 4000 раз больше, чем вырабатывает вся Земля. То есть в принципе, если бы мы могли утилизировать солнечную энергию всю, которая падает на поверхность нашей планеты, мы могли бы обеспечить энергией 4000 таких земель, как наша. Потому что на поверхность Земли падает где-то порядка 178 петаватт энергии. В чем проблема? Проблема в том, что мы на самом деле просто не имеем технологий для утилизации всей той энергии, которую нам дарит космос. Сегодня мы используем для утилизации солнечной энергии солнечные панели. Они основаны на эффекте фотоэффекта, извините за тавтологию, но он так называется. Когда солнечное излучение выбивает из полупроводников электроны, и мы пользуемся этим потоком электронов, создавая электрический ток. В чем проблема сегодняшней солнечной энергии? Ну, понятно, там очень много слабых мест. Ну, не берем проблему, связанную с энергосистемой, да, возьмем просто проблему, связанную с эффективностью этого вида источника энергии. И она связана в небольшой доступности солнечного кремния. Она связана с не очень высоким КПД солнечных панелей. Но если вы посмотрите на общее содержание кремния, то он является одним из самых распространенных элементов Земли. Так откуда взялся дефицит солнечного кремния? Он взялся от того, что у нас нет технологий получения чистого солнечного кремния, который можно использовать для солнечных панелей. И та технология, которую мы на сегодняшний момент обладаем, это химическая переработка для очистки от примеси этого кремния. Она достаточно дорогая, она достаточно узкая в плане возможности перерабатывать большие количества. И имеет достаточно высокую себестоимость. Кремния много, необходимого кремния мало. Нужны технологии для того, чтобы этот кремний, который нас окружает, мог превратиться в солнечные панели и мог превратиться в ту энергию, которая бесплатно падает на нас из космоса. Это один из примеров того, куда вообще надо направить усилия для того, чтобы решить ту же самую энергетическую проблему. Солнечные панели Помимо их высокой цены, то есть высокого тарифа, получаемых с солнечной батареей, они имеют еще одну особенность. Они не являются постоянным источником энергии. Солнечные панели вам дают электроэнергию днем, когда есть солнце. Ночью, когда солнца нет, солнечные панели не работают. Это вызывает огромный дисбаланс в энергосистемах. Поэтому нельзя использовать постоянно солнечную энергию, как основной базовый источник для любой энергосистемы. Для того, чтобы сгладить эти колебания, мы знаем, строятся фирмы аккумуляторные. Аккумуляторные батареи, которые накапливают энергию, падающую на нас с космоса днем, для того, чтобы использовать ее ночью, когда солнце не светит. Но для этих аккумуляторных батарей необходимы еще два металла. Три металла. Литий, никель, кобальт. Эти три металла ограничивают тот огромный спрос на накопители энергии, на аккумуляторы, которые необходимы для того, чтобы реализовать все наши задумки и планы. Вы знаете, что Европа пытается отказаться от двигателей внутреннего сгорания и ставит программу по нулевым выбросам. То есть это означает, что бензиновые автомобили уйдут в прошлое и будут продаваться, и люди будут ездить только на электрических автомобилях. Для этого нужен литий, никель, кобальт. Для хранения солнечной батареи, я уже сказал, нужен литий, никель, кобальт. То есть это те металлы, которые должны обеспечить нам уменьшение углеродных выбросов и спасти нашу планету от климатических изменений. Достаточно ли этих металлов? Как мы убедились, по стоимости солнечной энергии, кремния, дешевого кремния, недостаточно. По будущим потребностям в аккумуляторных батареях, на сегодняшний момент, если мне не изменяет память, около 2 миллионов тонн выпускается никеля. Общая потребность для реализации всех этих программ 14 миллионов. В 7 раз больше. То есть, получается, все наши планы по производственному, промышленному развитию могут быть остановлены недостатком ресурсов. Значит, должны появиться новые технологии, которые позволят нас обеспечить этими ресурсами. Вот. Такими рассуждениями я пользовался для того, чтобы понять, чем же я хочу заниматься в будущем. Никель-Кобальт. Мы использовали метод подземного скважного выщелачивания, метод гидрометаллургии для получения урана и обеспечили 40% снабжения рынка атомных энергостанций. Почему бы не использовать этот метод для добычи других металлов? Такая идея появилась. Вот. И мы с моими друзьями и коллегами начали этим заниматься. Мы занимаемся этим уже где-то полтора года. На сегодняшний момент начался промышленный опыт на месторождении в Октябрьской области. Я надеюсь, к весне я вам могу дать ответ, появилась ли новая технология, и как эта новая технология сможет решить эту проблему с недостатком никеля и кобальта. Что касается солнечных панелей, то здесь тоже пришла идея в голову. Основная проблема по созданию, как я уже говорил, кремниевых солнечных панелей – это чистый солнечный крепкий, то есть кремний, очищенный от примесей. Основная методика, которой пользовались и пользуются сейчас, – это химическая очистка. Она дорогая, она экологически грязная, и она не может сильно масштабироваться, и уже достигла предела себестоимости. Поэтому возникла идея, каким образом можно будет, совмещая технологии, которые раньше никогда не использовались, скажем так, в металлургии кремния, получить чистый кремний гораздо меньшими усилиями. Эта идея пришла в голову после того, как я пообщался с нашими инженерами, бывшими инженерами Ульбинского металлургического завода, и они мне показали технологию, которую, в общем-то, они использовали не для этого. Они ее использовали для выхода металлов, дополнительного металла из рут. Но возникла идея, если использовать эту технологию в данном случае, то можно получить дешевого и чистого кремния. Причем по себестоимости мы планируем в несколько раз дешевле, чем имеющиеся сегодня себестоимости. Если эта идея реализуется, это тоже где-то весна следующего года, потому что эксперименты мы ведем сейчас, то вполне может оказаться, что мы получим новую технологию получения солнечного кремния с более дешевой себестоимостью, а это приведет к тому, что сократится тариф солнечной энергии, и фактически солнечная энергия станет более доступной и сможет нас обеспечить большим количеством зеленой энергии без отравления атмосферы планеты. Это вот те два проекта и те две идеи, которые возникли в результате вот этой мысли и вот этого лозунга, когда новые технологии вскрывают новый ресурс. Мы не знаем еще результат, но я практически уверен, что весной мы вам сможем дать уже четкий ответ, как работают технологии, получили ли мы вот эти новые технологии, которые помогут нам вовлечь новые ресурсы. Какой вывод я хотел бы сделать из того, что я вам доложил? На самом деле не все открытия совершаются где-то далеко. Каждый из вас может придумать темы, которые могут оказать влияние не только на экономику отдельного региона, отдельной страны, а также могут сказаться на развитии экономики всей нашей планеты. Что для этого нужно? Для этого нужно держать информационные каналы открытыми. Не бывает ненужных знаний, поверьте мне. Интересуйтесь, читайте, следите. Постояньтесь понять, можно ли использовать те или иные знания, технологии для того, чем занимаетесь вы. И вполне возможно, на стыке различных технологий могут появиться совершенно новые технологии, которые позволят вам вскрыть новые ресурсы. И эта синэнергия, она в первую очередь основана на информации. Поэтому мой вам совет всем присутствующим в зале, держите свои информационные каналы открытыми, впитывайте новую информацию. Информация никогда не бывает лишней. Давайте мы с вами на этом форуме родим еще одну идею. 2008 год. Я посещаю на Украине блок Хмельницкой атомной станции. То есть украинцы построили новый блок, и мой товарищ, коллега Юрий Недашковский, тогда он возглавлял Укрэнергоатом, решил организовать для меня экскурсию на новый блок Хмельницкой атомной станции. Я приехал туда, мне показали действительно материалы по строительству, было построено очень быстро, в кратчайшие сроки, затрачено гораздо меньше денег, даже чем в советское время, на достройку этого блока. Показали очень интересные учебные классы, тренажеры, на которых готовятся сотрудники атомной станции. Но первый мой вопрос был простой. Я спросил у директора атомной станции, а какой КИУМ атомной станции? Сейчас я объясню, что это такое. КИУМ – это коэффициент полезного действия. Сколько времени атомная станция производит энергия? Он мне сказал, что КИУМ составляет 7,6%. Это означает, что 7,6% атомная станция генерирует продукт, товар, все остальное время 24% времени атомная станция продукт не генерирует. У меня возникла сразу мысль. Я сказал, что подождите, у вас же новейшая станция. Если посмотреть на КИУМ, допустим, той же станции Игналина в Литве, которая является реактором более устаревшего типа, чернобыльского типа, у них КИУМ составляет 92%. Почему у вас КИУМ столь низок? И мне тут начали объяснять, что существует такое понятие, как диспетчеризация. С этого момента я понял, что мои вопросы только увеличатся. Я спросил, что такое диспетчеризация? Мне объяснили, что на Украине существует два источника энергии. Один угольный, другой атомная генерация. Ну, есть еще гидро, но основные два источника эти. И получается следующее. Угольная станция генерирует электроэнергию достаточно дорогую. Атомные станции дешевле. После этого эти две электроэнергии замешиваются и продаются на рынке, тем самым оказывается скрытая дотатка угольной промышленности. Атомные станции не могут произвести больше электроэнергии, иначе тогда перестанут покупать угольную. И их ограничивают в выпуске энергии. И тогда следующий мой вопрос был таки. В свое время, работая с моими партнерами, с Украины, у нас было совместное предприятие Россия-Украина-Казахстан. Оно, суть его была в том, что мы вместе обеспечиваем топливо для украинских атомных станций. Украинские атомные станции выпускают электроэнергию. Последние 8-9 лет украинская сторона постоянно говорила, нам нужен дисконт на топливо, 10%. Это была основная идея дальнейшего улучшения эффективности атомной энергетики Украины. Что такое дисконт на топливо 10%? В составе тарифа на тот момент топливо занимало 12%. 10% дисконта – это 1,2% сокращения издержек. Что такое повышение КИУМа до 96%? Это плюс 20% в доходной части. И первая, понятная мысль, которая у меня возникла, я сказал, а почему не поднять КИУМ до 96% и не продавать эту электроэнергию, которая появится в результате дополнительной работы атомной станции? На том же топливе ничего не меняется. Они мне объясняют, ну мы же вам объяснили, мы не можем продать эту электроэнергию, поскольку нас ограничивают. Я говорю, а кто вас ограничивает продажей за рубеж этой электроэнергией? И тогда вот возникла идея, я им сказал, мне объяснили, что у нас нет синхронизации с линией, с Европой и так далее, но эта проблема решается через ставки постоянного тока, который стоит гораздо дешевле, чем та топливная программа, которую 8-9 лет пытается развивать Украину. Там стоимость 2 миллиарда и не окупаем. Здесь фактически это речь идет о сотнях миллионов долларов, и в принципе вы получаете гарантированный рынок сбыта. А если учесть, что еще на территории Европы тариф два раза выше, то получается вы получаете плюс 40% к работе атомных энергостанций. То есть после этого возврата, когда я вернулся с Хмельницкой обратно в Киев, мы встретились с Юрием Алексеевичем Недашковским, вот, и я Юрию рассказал свою идею. Вот. Она как бы обоих нас захватила, но, к сожалению, это был 2008 год. В 2009 году у меня уже не было возможности реализовывать эту идею. Но каким образом связана эта история с сегодняшним днем? История, прошедшая 14 лет назад. Оказывается, в прямую. Сейчас, конечно, на Украине идет война. Я не военный эксперт. Я ничего не понимаю в войне. Но я кое-что понимаю в мире. Я знаю, что каждая война все равно заканчивается миром. И наступят те времена, когда Украина будет восстанавливаться. Я надеюсь, что это будет достаточно скоро. Мы знаем, что у большинства стран есть программы по инвестиции в Украину. Так вот, эта идея, родившаяся 14 лет назад, она может послужить сегодня очень хорошей инвестиционной программой для той же самой Украины. Сейчас я вам вкратце расскажу, как это будет выглядеть. Это не продажа излишков электроэнергии за рубеж. Потому что на сегодняшний момент вполне может оказаться с выходом из строя угольных станций, с проблемами на Запорожской атомной станции. Украина не станет страной, которая сможет экспортировать большое количество электроэнергии. Но она может стать страной, которая экспортирует огромное количество электроэнергии. Почему? Потому что у Украины есть огромный опыт в области атомной энергетики. У нее есть огромный человеческий потенциал кадров, управляющими атомными станциями. На сегодняшний момент общая идея программы такая. Мы, в принципе, начали заниматься после того, как я вышел в 2020 году на свободу. Я созвонился с Недашковским Юрием Алексеевичем. И мы начали с ним заниматься как раз этой программой. То есть он с той стороны по Украине, по энергетике Украины. Я с этой стороны занимаюсь возможными инвесторами и теми, кто проявит интерес к созданию и работе в этом проекте. А суть проекта очень простая. На территории Украины строятся атомные мощности общей генерации 16 гигаватт. Почему 16 гигаватт? Потому что Украина имеет возможность транспортировки этого количества электроэнергии на Европу. Имеются линии электропередач, способные пропустить такое количество электроэнергии. Для реализации этой программы, ну, где-то общий объем инвестиций, сейчас сложно посчитать, но где-то в районе 120 миллиардов долларов. Это 120 миллиардов долларов, пришедших в послевоенную Украину. Из которых как минимум 60-80 миллиардов будут локализованы. Это строительство, бетон, заказы для металлургических заводов, заказы для машиностроительных заводов, тихоходные турбины, электроника. Это новые рабочие места на всех этих заводах-подрядчиках. Это раз. Второе. Эти деньги Украине отдавать не надо, поскольку эти деньги пойдут на инвестиции энергокомпании. И возвращать эти деньги будет энергокомпания со своей хозяйственной деятельностью, то есть с продажей электроэнергии. Продавая эту электроэнергию, она вернет эти кредиты, при этом создаст дополнительные рабочие места в этой энергокомпании, даст дополнительные налоги с продажи этой электроэнергии на Украину. Эти налоги будут поступать, ну если учитывать срок службы работы атомных станций, ну где-то в районе 100 лет. Ну 90-100. Это позволит на самом деле Украине поднять все побочные смежные производства. То есть эта идея, реализованная на Украине на сегодняшний момент, на послевоенной Украине, понятно, когда наступит мир, она позволит достаточно быстро получить Украине те инвестиции, которые порождают новые доходы. С точки зрения, как это будет выглядеть, здесь, конечно, пальму перенства я отдаю моему другу Юрию Недашковскому, потому что он больше специалистом в энергосистемах и так далее. Мы на эту тему с ним общались, спорили, и он немного там рассказывал. На самом деле его концепция, я думаю, в будущем, наверное, она будет приемлемой и для нашей страны. Концепция очень простая. Это не крупноузловые энергосистемы. Вот вы видите сейчас Запорожское, большой куст, выпускающий большое количество энергии. В нашем случае Кебастузский, ТЭЦ, которые свою электроэнергию транспортируют на юг Казахстана. При этом мы несем достаточно большие потери. То же самое, вот развитие вот таких крупноузловых энергетических систем, оно приводит к тому, что вырабатываете электроэнергию здесь, а потребитель находится от вас далеко. Поэтому на всех сетях подстанции, дополнительное оборудование вы ставите для того, чтобы доставить эту электроэнергию от энергоисточника до потребителя. Здесь идея другая. Уйти от крупноузловых энергетической системы, уйти к мелкой и честной. Что это означает? Это небольшие энергоисточники, распределенные по территории. Если в случае крупноузловых энергосистем, мы сейчас видим, что творится на Украине, допустим, та же самая Запорожская АЭС, состоящая из шести блоков, выходит из энергобаланса сетей Украины, это, знаете, как потеря органа. При этом, если речь вести о такой мелкой и честной структуре системы энергетики, во-первых, это гораздо меньше потерь по транспортировке, то есть это снижение стоимости энергии, раз. Во-вторых, это более устойчивая энергосистема, это как, знаете, если одна клетка у вас остановилась, то соседние клетки просто перекрывают ее работу, и это не смертельно для организма, в то время как потеря органа – это всегда тяжелая болезнь и иногда даже несовместимая жизнь. Так должна выглядеть энергосистема. Есть идеи, связанные, допустим, еще с той идеей, которую мы обсуждали с Тимуром Жантикиным, это вот наш гражданин Казахстана, который раньше возглавлял агентство по атомной энергетике, там была идея совмещения атомных станций с зеленой генерацией солнечной, то есть солнечные и атомные станции друг друга поддерживают. Чем еще интересна идея, которую предлагает Недошковский? Тем, что малые станции имеют возможность маневрировать. Если большая станция у вас не имеет возможность менять мощность, то малые станции имеют возможность менять мощность, вы можете маневрировать. Час-пик вы можете давать больше энергии, в обычное время вы можете снижать, В ночное время можете снижать выработку атомной станции. А когда она у вас стоит в тандеме с зеленой энергией, у вас фактически получается такая устойчивая система, которая поддерживается такой же ячейкой по соседству, недалеко, географически. И плюс излишки электроэнергии вы можете направлять на производство вторичных ресурсов. Это производство водорода, который сам по себе является энергетическим продуктом. Есть такое понятие, как гидроаккумуляторы. Это когда у вас есть два водохранилища, и если у вас лишняя электроэнергия, вы с нижнего воду перекачиваете в верхний. В нужный момент эта вода выработает вам эту же электроэнергию при падении на турбин. Есть масса вот таких, так называемых, вторичных побочных энергетических продуктов, которые вы можете использовать. Есть еще одна концепция, она называется концепция распределенных сетей. Вы с ней все, наверное, сталкивались. Это когда каждое домохозяйство имеет солнечные панели там на крыше, да, вы используете сами солнечную электроэнергию, когда у вас появляется излишек, вы отдаете в сеть. Проблема этой концепции, так называемых распределенных сетей, это могут быть, я говорю, солнечные панели на домах, это могут быть выработка электроэнергии предприятиями для собственных нужд, но что отдают они в сеть. Вот, она является незапланированной. Энергетики ее называют недиспетчеризированной. То есть вы не знаете, когда, в какой момент появится у вас эта электроэнергия, и вы вынуждены всегда, как только она у вас появляется, пытаться балансировать остальными источниками для того, чтобы у вас система не переполнилась. Вот, поэтому вот эта распределенная, концепция распределенных источников, она имеет свою уязвимость, и она не очень хороша для энергосистемы. В то время как концепция вот этого ячейства развития, вот, причем совмещенного, вполне возможно, ядерная и солнечная, она может сыграть как основу будущего устойчивого развития энергосистем любой страны. В частности, этот же опыт Украины, если это будет реализовано на Украине, можно использовать и на территории Казахстана в будущем. При этом, малые реакторы имеют еще одну особенность, вот, о которой, к сожалению, мы тоже не должны забывать. Сейчас вы знаете, да, что очень много опасений, что же произойдет с Запорожской атомной станцией. Помните сообщение о том, что отключены системы энергоснабжения Запорожской атомной станции? Чем это опасно? Дело в том, что кастрюля, в которой находится ядерное топливо, и которая вырабатывает, которая, как кипятильник, вырабатывает пар в этой кастрюле и крутит турбину, само нуждается в охлаждении. Это принудительное охлаждение. Так вот, малые реактора, которые сегодня разрабатываются, они не имеют принудительной системы охлаждения. Там идет естественная циркуляция. Для этих малых атомных станций отключение от внешних источников энергии не опасно. Она никогда не взорвется, поскольку циркуляция идет саморегулирующая. И поэтому в будущем те станции, которые должны появиться, да, я сейчас не беру территорию Казахстана, это до этого очень далеко еще. Вот, потому что эти станции еще только разрабатываются. Вот, они только-только начинают свое вхождение в мир. Вот, и вот эти станции, я считаю, это и есть то будущее атомной энергетики, которая может обеспечить дешевую и, самое главное, надежную атомную генерацию. Потому что все, что связано на сегодняшний момент с рисками, это в первую очередь, как на той же Фукусиме, так же, как вот на Запорожской, опасения были. Это отключение от внешней электроэнергии и невозможность охлаждать, охлаждение этих реакторов с ядерным топливом. Вот, пожалуй, наверное, та концепция, которой мы коснулись с вами, она касается в первую очередь, конечно, послевоенной Украины. Но я еще раз вам хотел показать, как рождаются вот такие концепции из простого вопроса, заданного 14 лет назад, как Пельницкая атомная станция, а каков киум у вашей станции. У меня все. Уважаю вам искреннюю признательность за донаты, которые вы присылаете и которые помогают нам выходить в ежедневном режиме. Коп-коп, рахмет. Огромное всем спасибо. Безбергемез. Мы делаем гипербории вместе. Донаты послать элементарно. На номер телефона, на номера карт, на Каспи-пэй. А зарубежные зрители могут нам помочь по системе переводов в Пейпал. Реквизиты вы видели на экране. Их также можно обнаружить в описании к этому ролику внизу. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. С вами был Результат. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин